Библейский портал экзегет.ру представляет Есть удача, есть храбрость, есть твердая рука и верный глаз, но есть Бог, без которого это все не работает. Девятая глава показывает, как Иудив перед Богом себя видит и почему она просит его помочь. Не потому, что она очень хорошая, не потому, что враги очень страшные, хотя это все так, а потому, что враги покушаются на его бога-святыню, и поэтому она защищает его святыню от этих врагов, а не просто себя или свой народ со своих родных, близких от нападения. Ну и что ж, начинается спецоперация. А что делать, когда силы не равны, когда напала огромное войско? Нанести какой-то удар, выбрав такое вот время особое. Итак, когда она, Иудив, перестала взывать к Богу Израилеву и окончила все эти слова, то поднялась на ноги, позвала служанку свою и вошла в дом, в котором она проводила субботние дни и праздники свои. Ну то есть особое помещение праздничное. Здесь она сняла с себя вретище, которое надевало, признак скорби ее вдовства, но и того, что с ее народом все плохо. Сняла одежды вдовства своего, омыла тело водой и намастилась драгоценным миром, причесала волосы, надела на голову повязку. Оделась в одежде веселья своего, праздничный наряд, который она наряжалась в одни мужа своего моносии и, соответственно, не носила уже после его смерти. обула ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды и разукрасила себя, чтобы прелестить глаза мужчин, которые увидят ее. И дала служанке свои мех вина и сосуд масла, наполнила мешок мукой, усушеными плодами и чистыми хлебами, обернув все эти припасы свои, возложила их на нее. «Ничего себе!» Это она, вдова в дни народного бедствия, пускается в усилительную прогулку, нарядившись так, чтобы приличать мужчин. Что за безобразие? Наверное, жители города очень сильно были недовольны. «Ну, как сказать? Выйдя к воротам города Витилуи, города, где все это происходило, они нашли стоявшую при Нехозе и старейшин города Хаврина и Хармина, ну а те на посту, главные ворота, они стерегут, там враг может нападет, может кто-то перебежать к врагу захочет. Когда они видели ее перемену в ее лице и одежде, очень много удивились красоте ее и сказали ей «Бог, Бог отцов наших, да даст тебе благодать и да совершит твое намерение на радость сынов Израиля и на возвеличение Иерусалима». Могли бы сказать «А куда это ты так вырядилась? Ты что, не знаешь, что у нас у всех горе?» Обычная реакция человека, которому плохо, на человека, который показывает, что ему хорошо, да. Вряд ли тут будет одобрение. Они нашли в себе силы. Вот смотрите, может быть, если бы они там ее оскорбили или вообще никуда не пустили, да, от чего это ты гулять пошла в сторону вражеского лагеря не вовремя, то ничего бы этого не состоялось. Вот это еще и книга про доверие. Наверное, когда все становится совсем плохо, когда надеяться не на что, то и доверять приходится больше, потому что, а что еще делать? Ну, может, вот это поможет. Она поклонилась Богу и сказала им «Велите отворить для меня ворота города, я выйду для исполнения дела, о котором вы говорили со мною». И велели юношам отворить для него, как она сказала, то есть выпустить ее с этими припасами. Они в осаде сидят, что за безобразие. Куда это она понесла эту еду? «Они исполнили это, и вышла Уидив и ее служанка с нею, а мужи городские смотрели вслед за ней, пока она сходила с горы, пока проходила долиной, пока не скрылась от их глаз. В сторону врага еще раз. Вот как внешность бывает не просто обманчива, а мы обманываемся этой внешностью, да, делаем поспешные выводы. Пошла сдаваться врагам. Они шли прямо долиную, и встретил Уидив, передавая стража Ассирин, взяли ее и спросили, чья ты, откуда идешь и куда отправляешься? Она сказала, я дусь евреев, и бегу от них, потому что они будут преданы вам на истребление. Я иду к Калаферну, вожду вашего войска. Узвести слова истины, указать ему путь, которым он пойдет. Между прочим, да, она ровно за этим и идет. Просто они это, наверное, понимают, как то, что она ему покажет проход, вот, да, там, как захватить побольше земель. Она совсем другое с ним сделает. Но она не врет. Которым он пойдет и овладеет всю иногорную страну. Так что не погибнет из мужа его ни один человек и ни одна живая душа. А тут она почти не врет, потому что никто действительно не погибнет, кроме самого Алаферна. Ну, мы это уже знаем, я думаю. Судет Юдифи Алаферн всем известен. Правда, и он ничем не овладеет. Ведь спецоперация – это еще и малая кровь, да, когда не нужно, чтобы погибали полки и армии, нужно, чтобы был нанесен точечный удар. «Когда эти люди слушали слова ее и всматривались в лицо ее, она показалась им чудом по красоте, и они сказали ей, ты спасла душу твою, поспешив прийти к господину нашему. Ступай к шатру его, а наши проводят себя, покуда не предадут себя ему на руки». Ну, смотрите, она очень красива. Кому отдать самую красивую девушку? Конечно, своему полководцу. Ну, это еще и практическая вещь, потому что, если какой-нибудь воин скажет, я себе ее возьму, другие не согласятся. А с полководцем уже никто не поспорит, поэтому никому не будет обидно. Все равно начальник отберет. Обычное дело на войне, в древности, да, пожалуй, не только. «Когда ты станешь пред ним, не бойся сердцем твоим, но выскажи слова твои, и он тебя облагодетельствует». Одновременно еще и ценный развед, кадр она, да, то есть сообщит, как пройти. «И выбрав из среды свои сто человек, представили их книг, служанки ее, они повели к шатру Алаферна, полководца вражеского. Во всем стане произошло движение, потому что весь о приходе ее разнеслась по шатрам, и сбежавшиеся окружили ее, так как она стояла вне шатра Алаферна, пока не возвестили ему о ней, и удивились красоте ее. А из-за нее удивились и сынам Израиля, и говорили каждый ближнему своему, кто пренебрежет таким народом, который имеет таких жен у себя, неблагоразумно оставить из них ни одного мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю». Смотрите, ее красота заставляет их зауважать израильтян, а зауважать, что такое для жестокого противника, заставить всех убить. Как это? Смотрите, какие у них женщины. Это не просто какая-то толпа там ахламонов, это грозные воины, раз у них такие красавицы. Придется их всех перебить, иначе они нас рано или поздно одолеют. Ну, а женщины они воспринимают исключительно как добычу. Да, вот я говорю книга не про феминизм, а немножко все-таки про него, про то, что побеждает женщина, которая действует как личность со своим волевым началом, и безусловно проигрывают те, кто видят в ней всего лишь дорогую игрушку. Между тем, спавшие при Аллаферне и все служители его вышли и ввели ее в шатер. Спавшие не в данный момент, а в смысле, ну, те, кто в одном шатре с ним, там, его ближние слуги. Аллаферн отдыхал на своей постели за занавесом, украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драгоценными камнями. Что еще делать начальнику большого войска? Конечно, отдыхать, ну, пить, пировать, развлекаться. Когда доложили ему они, он вышел в переднее отделение шатра. Обычная картина, да, внутри его спальня, а передняя часть, это как бы гостиная. И пред ним несли серебряные лампады. Когда Юзив представилась ему и служители его, все удивились красоте лица ее. Она, пав на лицо, поклонилась ему, и служители его подняли ее. На этом, конечно, заканчивается десятая глава, но совсем не это повествование о спецоперации, которая продолжится в одиннадцатой. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...